Всем большой привет! Добро пожаловать! Сегодня наша с вами обожаемая рубрика Распаковка покупок и находок с маркетплейсов, с Валдерес и с Азон В основном сегодня покупки будут с Валдерес, но также будет и кое-что с Азон Сегодня будет одежда и женская, и кое-что из мужской Будут всякие штуки для дома, будут вкусняшки В общем, давайте начинать, как обычно в процессе видео Обо всем расскажу и все покажу Поехали! Давайте посмотрим новиночку для дома Это электрический чайник от бренда PIONEER Модель называется KE803G Я уже им на самом деле пользовалась Просто упаковала его обратно, чтобы показать вам, как он ко мне приехал Вот в такой симпатичной коробке И покажу, что здесь шло в комплекте Сам чайник, подставочка под него Вот она И также еще в комплекте есть руководство пользователя на русском языке И гарантийный талон Ну, конечно, этот чайник в первую очередь привлек мое внимание своим дизайном Потому что он очень стильный, он прозрачный Он сделан из термостойкого стекла И у этого чайника есть красивая подсветка По объему он довольно большой Объем здесь максимальный 1,7 литра Этого хватает на 8 чашек Очень, кстати, удобно, что здесь подставка идет с возможностью вращения на 360 градусов Можно повернуть чайник носиком в ту сторону, куда вам удобно Допустим, чтобы пар не шел на фасады кухни Можно развернуть и пар будет идти туда, куда вам надо В плане управления здесь все очень просто Здесь есть одна кнопка для включения, для выключения Здесь идет верхний залив воды Нужно нажать кнопочку сверху Открываем крышку, сверху заливаем воду Здесь есть фильтр в районе носика чайника Этот фильтр съемный Его можно снять и промыть под проточной водой Немаловажный момент это мощность Он мощный, мощность у него 2200 ватт И вода закипает быстро И очень важная опция для безопасного использования Это защита от включения без воды И еще здесь есть автоматическое отключение при снятии чайника с базы И также в этом чайнике есть очень классная функция Опция, которая называется стоп-хлор Благодаря ней нейтрализуется при кипячении хлор, который содержится в водопроводной воде За счет чего это достигается? Это достигается за счет правильно сконструированного корпуса чайника Формы крышки и вот этих вот маленьких отверстий в районе фильтра Подробно не буду вот в эти технические подробности вдаваться Можно почитать в карточке товара Там про систему стоп-хлор Все подробненько расписано, как это работает Но если кратко, то за счет конструкции чайника нейтрализуется хлор И соответственно у кипяченой воды не будет вот этого неприятного привкуса хлорированной воды И вот этого запаха хлорированной воды Чайник мне понравился Современный, стильный, мощный, быстро кипятит воду И при этом он очень доступный по цене На Озон стоит полторы тысячи Вот в этом маленьком пакетике у меня находится футболка Пакетик уже вскрыт, потому что я эту футболку уже открывала, смотрела Она, кстати, от бренда Телодвижения Я вам уже как-то показывала футболки от этого производителя Они мне понравились по качеству Решила еще что-то у них попробовать заказать Я взяла такую вот в сером цвете футболку Цвет мокрого асфальта И здесь у нас на груди идет наклейка На которой написано Мичиган Детройт В общем, как бы она мне в целом просто зацепила своим дизайном Особо, что здесь написано на груди, я даже, честно говоря, и не смотрела Сама футболка очень приятная по качеству У нас здесь хлопок 95%, лайкра у нас здесь 5% То есть она такая немножечко тянется Прям вот совсем чуть-чуть И я люблю, кстати, когда добавляют в состав футболок немножко лайкры или эластана Потому что такие футболки после стирки лучше сохраняют форму Когда там 100% хлопок Она может немножко после стирки как-то деформироваться, растянуться Но не всегда, опять же, зависит от конкретной вещи Но вот когда чуть-чуть добавляют эластана или лайкры Как-то вот вещи лучше по итогу у меня держат форму после стирки Размер я взяла XL Чтобы футболка была максимально оверсайз Чтобы она меня нигде не облегала, не прилегала В общем, не вызывала у меня никакого дискомфорта Я думаю, что этот XL это на размеры где-то, наверное, 48-50 И на таком размере будет сидеть свободненько Мне нравится, что здесь такая спущенная покатая линия плеча Рукавчик получается довольно длинным Это смотрится актуально и современно Здесь классическая круглая горловина В общем, хорошая, удачная футболочка Я ей довольна Как, в общем-то, и предыдущими футболками, которые я покупала в этом бренде Я их уже, кстати, стирала С ними все нормально по качеству Поэтому я надеюсь, что из-за этого все будет хорошо Конечно, единственная вот эта вот надпись Она здесь такая, знаете, не нарисованная А как бы вот такая вот прорезиненная И, возможно, возможно, она, конечно, потрескается после стирки А может быть и нет В общем, посмотрим Но, несмотря на эти опасения, я все равно решила ее себе оставить И стоит такая футболка 816 рублей И, кстати, есть размер еще больше, чем я себе заказала Следующая покупка Это костюм в пижамном стиле И он пришел в таком просто ужасном рваном каком-то пакетике Видимо, его несколько раз до этого мерили Возвращали и по итогу его упаковали в общем в какое-то такое недоразумение Ну, в общем, это ладно Это уже как бы так Издержки Главное, что костюм оказался хороший А вообще продавец обозначает этот костюм как вискозный костюм Но, знаете, здесь такой материал Он как бы имитирует шелк, тонкий атлас То есть в моем представлении вискоза, она как бы не такая на ощупь Давайте, кстати, поищем здесь какую-нибудь бирочку с составом Посмотрим, что у нас здесь вообще в составе Заявлено 35% хлопка 35% вискозы И 30% полиэстера В общем, материал достаточно приятный Он не электризующийся И он такой прям, знаете, прохладный к телу И на лето это как раз-таки будет очень комфортно Его прям надеваешь и он тебя буквально холодит Я выбрала такой вот приятный бежевый оттенок с кофейным потоном Такое кофе с молоком Бренд называется Марси Марси А дальше я не понимаю, как прочитать Потому что второе слово идет здесь Буква как бы перевернута зеркально Марси, Марси что-то там Брюки здесь идут на резинке То есть они не для беременных специальные Это обычные брюки Этот костюм подойдет тем, кто не в положении Он абсолютно как бы стандартный для всех Просто специально выбирала размер Чтобы вот мне комфортно было с животом На брюках здесь есть боковые карманы И брюки здесь, кстати, хорошие по длине для высоких девчонок У меня рост 170 И мне они даже немножечко длинноваты Для меня с запасом То есть где-то, наверное, до роста 175 сантиметров Они хорошо подойдут Невысоким девушкам придется, конечно, эти брюки подгонять под себя И стоимость у него весьма адекватная Он стоит 3033 рубля за два предмета Одежды и по качеству у меня здесь каких-то вопросов больших нет В принципе, сшито все из него уже видно, что у нас здесь лежит У нас здесь лежат тапочки А точнее шлепки Наверное, правильнее их назвать шлепки И они резиновые Но я взяла их не для того, чтобы ходить в них в бассейн А для того, чтобы носить их дома Вы знаете, я поняла, что летом мне комфортнее дома ходить именно в резиновых тапках Потому что в них менее жарко, чем в тряпичных Плюс их легко помыть, ополоснуть В этом плане, в плане ухода они гораздо более простые Чем какие-то тряпичные тапочки А вот зимой, конечно, комфортнее что-то выбирать Такое тепленькое, мягонькое, пушистое А для лета мне нравятся вот такие сланцы Ну, вообще, конечно, вещь универсальная Такие сланцы, шлепки можно носить также и куда-то в бассейн На пляж, я не знаю, там, да хоть мусор выйти из дома вынести В общем, универсальная штуковина Нашла их на Wildberries абсолютно за какие-то небольшие деньги Они стоили рублей 400, там были разные цвета Я выбрала вот такой вот нежно-розовый Потому что у меня до сих пор продолжается одержимость розовым цветом Вот хочется мне прям вот все розовое покупать Вот даже тапки себе взяла розовые Я их взяла в размере 40-41 Здесь вообще написано, что они на ступню 26 сантиметров У меня ступня 25,5 сантиметров И мне эти тапочки прям вот по размеру То есть на 26 сантиметров они все-таки будут маловаты Я не скажу, конечно, что они как-то суперидеально сделаны Здесь вообще-то есть к чему придраться Тут какие-то вот такие, знаете, торчащие кусочки вот этой резины Как будто бы просто вот неровно их срезали Ну, это, в общем, уже такое, как бы, да Придираться к тапкам за 400 рублей Давайте мы с вами не будем, конечно, какого-то суперидеального исполнения и качества Мы от них и не ждем Ну, так, в общем, дома ходить подойдут Легкие, удобные, легко моются Это, в общем, все, что мне от них было нужно Не так давно я показывала вам своего универсального помощника по дому Это кислородный очиститель Pink Magic Который я использую практически везде в своем доме И у Pink Magic есть еще дополнение к этому очистителю Это вот такой вот универсальный карандашик-пятновыводитель Он экологичный и он также работает на основе активного кислорода Этот карандаш подходит для выведения самых разных пятен Его очень удобно использовать для тех случаев, когда нет возможности вещь замочить Например, если какое-то появилось локальное пятно на шторах Или на матрасе На мягкой мебели В салоне автомобиля В общем, в тех случаях, когда нужно локально и быстренько вывести пятно Вот для таких ситуаций этот карандаш просто незаменимая вещь Покажу наглядно, как работает карандаш У меня на шторах есть два пятна, которые мне нужно вывести Но шторы снимать и стирать и замачивать я совершенно не хочу Потому что я делала это недавно Поэтому будем избавляться от пятен, не снимая шторы с окна Беру горячую воду, обмакиваю в нее губку И как следует промакиваю пятна Теперь еще обмакиваю в горячую водичку сам карандашик И прохожусь им как следует по всем пятнышкам Снова беру губку с горячей водой и вспениваю карандаш на пятнах Нам тут важно добиться образования пены И оставляю на 15 минут шторы в покое Тут уже видно, что пятна полностью ушли Осталось только прополоскать в водичке те места, которые мы обрабатывали карандашом Вот, собственно, и все И пятна полностью ушли И не пришлось снимать штору и стирать ее Я очень довольна результатом И еще мне очень нравится этим карандашом очищать кроссовки В тех случаях, когда я не хочу полностью кроссовки застирывать Мне нужно просто локально почистить подошву и какие-то пятна Я беру этот карандаш И это получается очень быстро и удобно Сначала горячей водичкой мочу подошву И немножко те места, где на самом кроссовке есть пятна И карандашиком натираю все пятнышки И оставляю кроссовок полежать, отдохнуть на 15 минут Через 15 минут беру губку и горячей водичкой вспениваю карандаш И протираю кроссовки, промываю их под проточной водой И, собственно, все Кроссовки чистенькие, светленькие Все пятна ушли И при этом весь кроссовок целиком мочить мне не пришлось С помощью этого карандаша можно выводить самые разные пятна Например, пятна от кофе, чая, вина, кетчупа, йода, зеленки, травы, губной помады, крови, сажи, нефтепродуктов, чернил, шариковых ручек, фломастеров и так далее Самых разных поверхностей То есть, вы понимаете, спектр применения здесь просто огромный Мне нравится, что этот карандаш такой компактный Он не занимает много места Его удобно хранить Можно даже брать его с собой в какие-то поездки Мне нравится, что он бережно относится к тканям Он их не повреждает И плюс он бережный для рук Поэтому я им пользуюсь абсолютно спокойно Не надевая перчатки И с кожей рук ничего не происходит Буду продолжать использовать его и дальше И, конечно, могу порекомендовать этот продукт для каждой хозяйки Приобрести такой карандаш можно по ссылочке, которую я оставлю в описании под видео Еще у меня здесь есть покупочки именно для беременяшек Возможно, кому-то будет актуально Наверняка меня кто-то смотрит, кто тоже сейчас находится в положении У меня здесь есть джинсы и брючки Которые я покупала, на самом деле, уже давно Пару месяцев назад И уже давно их ношу Соответственно, уже успела их несколько раз постирать неоднократно И про качество этих вещей могу 100% сказать, что они хорошие В стирке пережили прекрасно Не деформировались, ничего с ними не случилось Джинсы Голубые джинсы Они идут с таким высоким поясом Специально для беременных животиков То есть здесь идет такая вот мягкая вставочка Тканевая И здесь есть резинка, которая регулируется И, соответственно, ты можешь переставлять эту резинку В зависимости от роста живота У этой модели прямой крой Не сильно расширяющийся А по длине на мой рост 170 Подошли просто вот идеально Ничего не подшивать, не подгибать не пришлось Прямо тютелька в тютельку И в этих джинсах, знаете, очень удобно Очень комфортно Я поначалу уходила в своих обычных джинсах До тех пор, пока еще они на мне нормально застегивались Потом я уже стала использовать вот эти вот лайфхаки Когда там резинку продевают в пуговицу Резинку для волос, да, чтобы, в общем, как-то вот застегнуть на себе обычные джинсы И когда я купила все-таки джинсы для беременных Я поняла, насколько это удобнее Вот эти вот все, вот эти вот приколы Там что-то как-то подвязать на обычных джинсах Чтобы это застегнулось В общем, если есть возможность купить именно джинсы для беременных Девчонки, побалуйте себя, порадуйте и купите Потому что это в тысячу раз комфортнее, чем что-то там придумывать Как-то подвязывать с обычными джинсами И смотрятся они точно так же, как обычные джинсы Никто вот и даже в жизни не подумает, что это какие-то специальные джинсы для беременных Единственное, так как здесь у нас пояс идет контрастный по цвету Приходится подбирать какие-то футболки, кофты и так далее Которые будут ниже пояса, чтобы вот этот белый пояс не торчал Иначе смотрится не очень красиво Стоят эти джинсы сейчас 2227 рублей И также я еще себе покупала специальные штанишки-брючки для беременных У них такой же принцип Они идут со специальной такой вставкой для животика Здесь тоже есть резинка, которая регулируется с помощью пуговички Ты можешь подстроить объем под свой живот, чтобы тебе было удобно И здесь уже, как вы видите, этот пояс, он не контрастный к цвету самих штанин Поэтому вот эти брюки можно носить и с какими-то более короткими футболками и топами И смотрится хорошо А здесь у нас уже такой трикотажный материал То есть это уже легкие брючки, они на теплую весну или на прохладное лето Материал очень приятный, нежный, натуральный Посмотрим давайте состав Я потому что не помню, какой у нас здесь был состав Но мне кажется, что тут довольно много хлопка У нас здесь 65% вискозы, 30% полиэстера, 5% лайкра Хлопка вообще нет, но вискоза она сама по себе очень приятная к телу Сделана, кстати, написана в России И здесь я взяла себе 46 размер, М То есть это мой стандартный добеременный размер А брюки здесь идут с карманчиками сбоку Спереди здесь у нас идет такая лжестрелка по штанинам Такая вот прошитая Это, кстати, придает им более такой элегантный вид Они не смотрятся как какие-то спортивные треники Они смотрятся именно как брючки По задней части здесь идут такие вот выточки в районе поп И за счет этого брюки хорошо садятся на фигуру И выглядишь ты в них очень даже симпатично и прилично Тоже комфортные, удобные, нигде не жмут, не трут Тоже прям очень-очень ими довольна И для беременяшек могу однозначно посоветовать А вот в этом небольшом пакетике у меня супер необходимая покупка на каждый день Это набор трусиков слипов Вот в таком они пришли аккуратненьком зип-пакете Сделаны они из хлопка На каждый день для меня это очень важно Потому что именно хлопковое белье это максимально дышащее белье Максимально комфортное Это то белье, которое рекомендуют носить на каждый день гинекологи Это очень важно для женского здоровья Не синтетика, а именно хлопок В этом наборе трусы в нескольких цветах Это такой приятный бежевый оттенок Белый, нежный пудрово-персиковый Розово-коралловый и черный Цвета классные на каждый день В общем, то, что надо Здесь, как вы видите, есть кружевные вставки Кружево хорошее, плотненькое И за счет того, что здесь есть кружева Смотрятся они так очень кокетливо, женственно В общем, мне дизайн очень понравился И у этих трусиков идет высокая посадка Это очень удобно, опять же, комфортно, красиво смотрится Визуально, кстати, я замечала, что белье с высокой посадкой Делает как-то вот фигуру такой более собранной Талию более узкой Я всегда обращаю внимание на трусах на ластовицу А здесь ластовица отличная Двойная, хлопковая, очень мягонькая Резинки здесь, кстати, тоже мягкие И при этом трусики хорошо тянутся Я выбирала размер по размерной сетке продавца Подошло все прям отлично Они идут размер в размер Я ношу 46-48, 46-48 себе и заказала Подошли классно И здесь есть размеры вплоть до 54-го И мне еще, кстати, понравилось, что здесь довольно глубокий идет вырез под ноги Это, опять же, комфортно Не будет нигде натирать, не будет нигде впиваться По качеству пошивы у меня здесь вопросов никаких нет Никакие ниточки нигде не торчат Все прям очень-очень сделано аккуратненько Я вот все цвета посмотрела Вообще вопросов нет Придраться мне тут абсолютно не к чему Базовые, удобные и качественные трусики на повседневку И цена на этот набор более чем приятная Теперь давайте посмотрим мужской костюм Тоже успела его уже постирать Он пришел задолго до съемки видео Муж уже начал его вовсю носить Поэтому костюм уже был постиран Стирку пережил хорошо Это костюм, состоящий из футболочки и шортов Вообще изначально мы его заказывали как домашний костюм Но когда мы его получили Мы поняли, что вообще он такой классный Что в нем спокойно можно будет летом ходить на улицу И он будет выглядеть очень даже уместно Для каких-то летних таких прогулок Здесь очень приятный материал Давайте поищем состав Здесь у нас 75% хлопка, 20% полиэстера, 5% эластана Этот материал сильно не мнется после стирки То есть необходимости какой-то прям что-то здесь разглаживать абсолютно нет Просто аккуратненько развесили после стирки И все у вас будет чики-пуки Здесь у нас футболка идет с таким принтом наклеенным То есть это не рисунок, это такой прорезиненный принт Стирку пережил хорошо, не растрескался Ну такой прям он совсем небольшой И футболка у нас здесь идет со спущенным плечом С удлиненным рукавчиком, с круглым вырезом Довольно-таки у нее такой плотненький материал Не жаркий, но и не такой вот тонюсенький Который висит на теле как тряпочка То есть по плотности материала футболка Прям на мой взгляд оптимальная И шортики у нас здесь на широкой комфортной резинке Также есть вот такая вот белая кулиска Чтобы их затянуть И есть карманы с боков Стоит такой костюм сейчас 1914 рублей И тут у продавца множество разных расцветок И размеры есть вплоть до 56 Еще давайте пройдемся по мужским вещам Мужские летние легкие брючки В таком приятном бежево-цветочном оттенке Брючки хлопковые И здесь скорее всего в составе вообще нет никакой синтетики Потому что, ну как вы видите, мнутся они конкретно Мнутся они конкретно Я не вижу здесь никакой бирки с составом Поэтому состав мы с вами не прочитаем Ну ладно Они идут на резинке К бокам есть карманчики И спереди здесь так вот прошито Как будто бы здесь есть ширинка Но на самом деле ее нет То есть такая декоративная лже-ширинка И сзади еще, кстати, вот тоже есть карманчик Хорошие, легкие, летние брючки Штанишки в таком спортивном стиле Ну и расцветка такая универсальная Можно много с чем сочетать Стоят такие брюки 2302 рубля Еще мужская покупка Это бежевая однотонная базовая футболка И она тоже от бренда телодвижения От которого я заказала себе футболку У них также есть еще и мужская линейка Тоже по качеству отличная Вот в принципе все, что я говорила про женскую футболку Все то же самое здесь Очень приятный материал Не висит как тоненькая тряпочка В меру плотная Но при этом не настолько плотная Чтобы летом в ней было жарко Очень приятный такой правильный Бежевый, прохладный оттенок Модель Oversize Со спущенным плечом, с удлиненным рукавом Оттенок, кстати, здесь называется не бежевый А кофейный Состав хлопок 95%, лайкра 5% Футболка немного удлиненная Сидит свободно Смотрится круто Мне очень понравилось, как она смотрится И по качеству Прям вот вообще комар носа не подточит Отличная, понравилась Давайте посмотрим вот этот пакетик Здесь у меня кое-что очень интересное Это так называемые ловушки Цвета для стирки Я не знала вообще о существовании таких штук Узнала благодаря вам Я в одном из прошлых видео вам жаловалась Что у меня при стирке вещей В которых есть сочетание черного с белым оттенком Постоянно белый оттенок окрашивается от черного И в итоге вещь становится такая псиво-серая, некрасивая И спрашивала ваши лайфхаки, советы, что с этим делать И вот девчонки писали, что есть такие вот специальные ловушки цвета Которые ты закидываешь в стиральную машину И они предотвращают этот процесс окрашивания тканей Я нашла такие ловушки цвета на Валдерес Там много было вообще разных на самом деле вариантов Но выбрала вот такие Потому что здесь у нас большая упаковка Здесь у нас целых 100 штучек Думаю, возьму сразу побольше Чтобы были, так сказать, запасом Еще пока что не пробовала Но отзывы, девчонки, там хорошие Пишут, что реально работает, что это реально помогает Что это действительно дельная вещь Это выглядит как вот такая вот салфеточка Вот, обычная такая салфеточка Из такого материала С маленькими-маленькими микродырочками Конечно, честно говоря, я не очень понимаю Как это работает Как вот эта салфеточка притягивает на себя Все вымывающиеся краски Но, в общем, как-то это должно работать Я, конечно, буду еще дальше эти ловушки цвета тестировать Возможно, расскажу в Телеграме, если хотите Напишу там какой-то апдейт Посмотрю, действительно ли они будут как-то поглощать краску Ну, в общем, думаю, что должны Потому что отзывы там хорошие Отзывы хорошие Поэтому у меня большие надежды Что вот эти штуковины решат мою проблему С вечным окрашиванием черно-белых вещей Стоит такая упаковка из 100 штучек 422 рубля Заказала себе новый чехольчик на телефон Захотелось мне себе чехол розового цвета Какого же еще мне могло захотеться? Ну, конечно, розового Вот прям тянет на розовый, не знаю Прям вот какая-то у меня в этом году О, здесь, кстати, стекло в подарок Ничего себе Я даже и не поняла сразу, что тут еще что-то в подарок лежит Это приятно Здесь защитное стекло на экран Супер Сам чехольчик пришел вот в такой хорошей упаковке То есть он не вскрытый для меня Никто его не трогал Давайте его вскроем Только я теперь не понимаю, как его вскрыть Тут что-то никаких для этого отверстий нет Но сейчас варварским способом просто отдерем Задник Чехольчик силиконовый Он идет со значком Apple Но, конечно, это не оригинальный чехол, естественно Но, знаете, честно говоря Я не вижу смысла покупать оригинальные Эпповские вот такие силиконовые чехлы Потому что вот эти их китайские копии Они такие же, как бы, разница Никакой смысл покупать там за несколько тысяч оригинальный чехол Я не знаю, я не вижу в этом смысла Тем более, что чехлы хочется менять часто Ну, по крайней мере, мне Внутри здесь такая интересная, как будто немножко бархатная поверхность Кстати, первый раз у меня чехол с такой интересной бархатистой внутренностью Ну и, в общем-то, все, что могу про него сказать Отверстия все в нужных местах есть И для зарядки, и для динамиков Кнопчики здесь вот силиконовые Тут отверстия И для камеры В общем, вот так это будет выглядеть на телефоне Прямо сверху на свой чехол приложу Ну, смотрится симпатично По размеру вижу, что подойдет По материалу такой очень приятный, тактильный, нежный силикончик В общем, хороший, недорогой чехол Яблочный уксус Натуральный, органический, нефильтрованный И я сразу заказала вот такую большую бутыль объемом 1 литр И, как вы видите, я уже активно пользуюсь Уже тут примерно сколько? Одна треть получается израсходована Это испанский натуральный яблочный уксус Первый раз брала именно этой фирмы Я, кстати, не понимаю, как называется бренд Похоже, что ацета, наверное, так А может быть и нет Ну, в общем, ссылки на все будут, как обычно, в описании под видео Если кого-то заинтересует, переходите по ссылке Смотрите, как называется бренд Что у нас здесь в составе? Уксус натуральный, органический, из яблочного сидра Кислотность 5%, все, больше ничего То есть это чистый натуральный яблочный уксус Это совсем не то, что продается в супермаркетах в пластиковых бутылках Я яблочный уксус использую очень активно Я и в воду его добавляю, и также добавляю его в салаты, и в маринады У меня он расходуется очень быстро Но я всегда выбираю именно хороший и натуральный Внизу есть осадок, и из-за этого уксус кажется таким мутноватым Но это как раз-таки показатели его натуральности По вкусу мне понравился, очень приятный, такой нежный, ненавязчивый, неприторный Вообще яблочный уксус это супер полезная вещь для нашего рациона Не буду сейчас вдаваться в подробности, кому интересно, тот сам почитает В общем, это просто кладезь-кладезь всяких полезностей Что еще заказала для кухни? Это чеснок сушеный Второй раз, кстати, беру от этого производителя У нас дома сушеный чеснок, это одна из самых часто используемых специй Поэтому я взяла вот такую сразу большую банку В прошлый раз брала банку чуть поменьше И довольно быстро у нас эта баночка улетела В этот раз взяла объем 300 грамм Производитель называется Мойер Здесь, в общем, состав чистый, здесь в составе у нас только сушеный чеснок натуральный Все, больше ничего в составе нет Мне очень нравится добавлять сушеный чеснок в мясные и в рыбные блюда И в отличие от свежего чеснока, у него такой более деликатный, что ли, вкус То есть вот от свежего чеснока, особенно если его переборщить, бывает иногда как-то вот дискомфортно Потом и во рту вот это вот ощущение чеснока, и в ЖКТ как-то тоже Ну, у меня, по крайней мере А от сушеного чеснока нет такого То есть от него есть и вкус, и привкус, и вот этот запах приятный чесночный Но вот без всех дискомфортных ощущений, которые может вызвать натуральный чеснок Поэтому, да, для меня сушеный чеснок вещь нужная, поэтому таким большими объемами заказываю Еще заказала специю Это у нас паприка копченая Это тоже специя, которую я очень много использую для маринадов, для мяса, для рыбы, для картошки В общем, практически для любых горячих блюд В супы тоже добавляем Я и муж очень любим Раньше заказывала на Ахерб в больших объемах, сейчас заказываю на Валдберрис Благо на Валдберрис тоже не проблема купить копченую паприку Ну, вот конкретно эту я взяла первый раз попробовать Бренд называется Тамреко А в составе у нас здесь паприка копченая красная И больше ничего не указано Давайте откроем, понюхаем Приятный, нежный аромат копчения Не химозный, натуральный Супер, буду пользоваться Посмотрю, как она будет в готовке Стоит такая паприка 222 рубля А чеснок стоит 289 рублей Ну что, все покупки распаковали, все посмотрели Надеюсь, что это видео было для вас интересное и полезное Буду рада вашим лайкам и комментариям И не забывайте подписываться на канал Обнимаю вас Пока-пока, хорошего вам дня